Незамедлительно положить конец нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма, отменить решение о запрете Меджилиса, освободить незаконно задержанных и осужденных граждан Украины. Эти требования содержатся в резолюции ООН, которую в этом месяце поддержали 70 стран. Ни одно из требований Россия не выполнила. Почему продолжаются репрессии на аннексированном полуострове, какие шаги к освобождению Крыма от оккупации были сделаны в уходящем году и какие настроения у крымчан сегодня? Об этом поговорим с председателем Меджилиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Рифат Абдурахманович, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, мы говорим сегодня о задержаниях, очередных задержаниях Эмиру Сеной Куку и Вадима Сирука. Что вам известно на данный момент об их судьбе? Они задержаны давно. Их уже четверку вывозят на материк, собственно, России. Этапируют. Да, их этапируют, чтобы судить в Ростове-на-Дону. И мы получили сведения о том, что в СИЗО Краснодарского края по отношению к ним применялось насилие, на них натравливались собаки, сторожевые. Как правило, практикуются в России именно на этапах осуществляются все пытки по отношению к заключенным. Как вы думаете, зачем, в принципе, Россия так часто заключенных из Крыма вывозит вглубь, вглубь своей территории? Дело в том, что в России очень разветвленное законодательство. Оно настроено, оно как государство настроено судить своих граждан по будь каких подозрениях и обвинениях. А поскольку жители Крыма, оккупированного Россией, оккупационная власть также считает своими гражданами, то всех тех, кто подпадает под подозрение диверсанта или террориста, они вывозят в Росток-на-Дону, где есть военный суд Российской Федерации, один из военных судов окружных, и они их там судят. А по вашей информации, сколько таких дел сейчас проходит в целом? Более детальная статистика буквально эти дни появилась на сайте КрымСОС, возможно, и в других правозащитных организациях. Речь идет о 56 политзаключенных Крыму, из них более 60% крымские татары. Речь идет о уже более 110 детей, которые остались без своих отцов в этих семьях, где главы посажены. И речь идет о более чем двух сотен людей, у которых в этом году в домах были обыски. Ну, статистика удручающая, и она каждым годом увеличивается, к сожалению. Десять дней прошло с того момента, как в ООН на мировом уровне была принята резолюция Генеральной Ассамблеи. 70 стран ее поддержали по поводу ущемления прав крымских татар в Крыму. Вот за 10 дней какие-либо изменения вы почувствовали? Что-либо произошло со стороны России? Нет, вы знаете, Россия дальше продолжает делать вид, что все принимаемые на международном уровне резолюции, обращения, призывы не имеют к ней никакого отношения. Я хочу напомнить телезрителям, что в 2017 году, в апреле месяце, вообще было принято решение Международного суда ООН. И было принято промежуточное решение, такие срочные решения. В числе этих срочных решений отмена запрета на деятельность Меджлиса Крымского народа, снятие запрета на въезд лидерам Меджлиса и вообще избежание принятия будь каких действий, которые бы ухудшали положение крымских татар, граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму. Здесь обратите внимание, что Россия не может не выполнить решение Международного суда, но она его выполнять и не будет. Вот такой парадокс. Россия сейчас все делает для того, чтобы заставить мир играть по ее правилам. Сегодняшний формат правил установленных или декларируемых Россией, давайте договоримся по Донецку и Луганску, а Крым остается частью России. Мир на это не идет, и более того, мир тоже ужесточает свои позиции, и поэтому Россия, ее правители, если говорить таким простым стилем, они просто беснуются, они тоже в достаточно глухом таком тупике, они в истерии, и отсюда большие репрессии в отношении людей. Вот вы сказали, что Россия не может не выполнить решение суда, но она его не выполняет, и это есть парадокс. А есть ли какие-то последствия за невыполнение этого решения? В том-то и проблема, что нет механизма, чтобы наказать Россию, поскольку невыполнение решений Международного суда ООН рассматривается на Совете Безопасности ООН. Россия является одним из постоянных членов ООН, и у нее есть право в вето, и поэтому она себя пока еще чувствует достаточно хладнокровно, не выполняя решения Международного суда. Но посмотрим, что будет в феврале на территории Соединенных Штатов Америки, когда откроются все счета ближайшего окружения Путина, и мне кажется, здесь нам будет интересна реакция многих сегодняшних международных партнеров, российских политиков и бизнесменов. Возможно, будет какая-то реакция, собственно, российского населения. Это первое. Второе, то, что близится суд в части виновных в катастрофе малайзийского Боинга. Экономические такие проблемы накапливаются для России. То есть Россию все ведут к тому положению, когда она будет вынуждена через «не могу» исполнять решения, ну, скажем так, международного сообщества, если так в общем говорить. Как вы думаете, когда это может наступить тогда? Вот тот момент, когда Россия уже не сможет сопротивляться в дальнейшем давлению со всех сторон? Трудно сказать, потому что задействованы очень большие ресурсы со стороны России для того, чтобы каким-то образом дезинтегрировать единство западного общества. Вы знаете, что Россия на международной арене, она использует практически все те же методы, которые давно уже стали частью российской жизни. Она покупает политиков, она дает взятки, она каким-то образом подводит к необходимым решениям. Но какую бы вы сферу ни взяли бы, начиная от спорта, эти известные скандалы и кончая, скажем, назначение Шрёдера на одну из ведущих экономических таких должностей, Россия пока ещё пытается использовать все эти методы, но с каждым днём у неё всё это хуже удаётся, потому что многие страны, в частности Соединённые Штаты, Великобритания последняя, они уже осознали, что уступки России означают то, что она всё глубже и разветвлённее вмешивается в жизни этих государств. Известно, что Россия последние несколько лет пыталась повлиять на выборы значительной части западных стран. Мы знаем, что в марте 2018 года в России пройдут выборы президента. В принципе, выбор-то очевиден, но в любом случае российский президент, по мнению ряда экспертов, постарается таким своего рода задабривать свой электорат. Возможно ли, что до выборов в марте произойдут какие-то шаги для того, чтобы и европейских, и зарубежных, и западных партнёров как-то, ну, что ли, успокоить, задобрить со стороны Путина? Нет, Россия уже взяла такой, знаете, алгоритм. С одной стороны, она будет демонстрировать различные такие фейковые явления, которые как бы должны демонстрировать всему миру демократичность всего избирательного процесса, потом самих выборов. Но, скажем, на сегодня, я не назову вам точную цифру, но, по-моему, близко к 20 количеству кандидатов, это должно сказать всему миру о том, что, видите, как у нас кто хочет, тот и выдвигается, кандидаты-президенты, хотя при этом отсечён Навальный, который мог бы отнять значительную часть голосов. Для Путина сейчас очень важно показать высокую явку избирателей, и именно эту явку он будет пытаться демонстрировать как степень вовлечённости российских граждан в управление государством, и они всё будут делать для этого, в том числе в оккупированном России и Крыму. И поэтому, конечно, все те люди, которые осознают, что происходит в Крыму и проживают в Крыму, они могут сделать свой выбор, тот, который допускается российским законодательством, он не наказывается. Но здесь нужно просто такое, знаете, моральное мужество просто 18 марта сказать «нет выбора», не самообманываться, не «нет Путину», а, скажем, да, какому-нибудь другому кандидату, там, скажем, Собчак, а просто 18 марта каждый крымчанин, каждый крымчанин, который понимает, что в условиях оккупации России Крым просто уничтожается, вот каждый гражданин, который хочет сохранить Крым и себя в Крыму, должен просто сказать «нет выбором» и не прийти на выборы. Спасибо за вашу точку зрения. Желаю вам добиться успеха в вашей борьбе и вернуть Крым, Украине и Украину. В нашей борьбе, в нашей со всеми. Да, и Украину, Крыму. Спасибо вам большое. Рифат Чубаров, председатель Меджлиса Крымско-татарского народа, был гостем вечерних новостей на UATV.